Достигая Израиль и весь мир Шалом Увраха, возлюбленная, мир и благословение вам! Бару Хашем, да будет благословенно имя Господне! Сегодня мы продолжим изучать послание к кремлинам, и я буду рассматривать тему, которая стала весьма спорной в нашем обществе. Она связана с Божьим порядком творения, с его божественным планом, который он встроил в творение, в различии между мужчинами и женщинами. Слово Божие определяет естественный порядок для творения. Но сегодня общество не называет естественным то, что Бог называет таковым. Оно изменило концепцию. Оно говорит, что естественность определяется человеком. Мы должны правильно понимать это. Когда Бог говорит о естественном порядке творения, то это Он установил такой порядок, а не человек. Именно Творец, который создал все, дает определение естественности. Ты согласна? Да, мы теряемся, когда смотрим друг на друга и пытаемся сами разобраться в этом. Есть лишь один Творец. И если мы хотим понять и двигаться в жизни, и жизни с избытком, то должны смотреть на Творца, на Его поток и порядок, который Он дает нам. И когда мы начинаем двигаться в этом, то мы ощущаем намного больше радости и мира. Шалом, друзья и возлюбленные! Добро пожаловать на курс по посланию к римлянам. Это второй сезон цикла путешествия по посланию к римлянам. Мы проходим все послание, и очень важно, чтобы мы поняли, чему Павел учит здесь. Ведь многие из нас слышат сегодня совсем не то послание, которое изначально передали апостолы Божьи. Я не буду возвращаться к началу, но лишь скажу о том, что Павел начал это послание, сказав о том, что Божий гнев озлевается на людей, потому что люди не признают, что Он жив, и не живут под Его господством. После этого Павел рассказывает о последствиях этого. На прошлой неделе мы рассматривали тот факт, что поскольку человечество не подчиняется Его суверенности и господству, то Бог предал их постыдным страстям. Я прочитаю вам 26 стих, на котором закончил в прошлый раз. «Потому и предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам». В прошлый раз я говорил о том, что сегодня церковь отходит от стандарта сексуальности, данного Богом. Когда Бог создал людей по образу Своему, то сказал в бытии, что Он сотворил мужчину и женщину. Он сотворил их по образу Своему. Бог создал мужчину и женщину, чтобы вместе они воссоздавали Божью природу. Мужчины отличаются от женщин, а женщины от мужчин. И когда мы смотрим на анатомию, то видим, что женщины созданы для того, чтобы быть с мужчинами, а мужчины с женщинами. Это естественный порядок творения. Но гомосексуальное, ревизионистское движение в современной церкви захватывает мир с такой силой и скоростью, что это шокирует. Ключевые деноминации разделяются по этому поводу. В церкви появляется новое богословие, которое гласит, что в послании к римлянам, в том фрагменте, который я прочитал, «Бог не имел в виду, что для мужчины быть с мужчиной или для женщины быть с женщиной неестественно». Они говорят, что Бог осуждал не это. Это ревизионистское движение учит, что неестественно, когда мужчина или женщина рождаются с гетеросексуальными чувствами, но против своих чувств занимаются гомосексуализмом. И это новое богословие, которое захватывает церковь. И говорит оно, что естественный, божественный замысел в творении определяется не творцом, который создал мужчин, чтобы быть с женщинами, а женщин с мужчинами. Это новое богословие говорит... А, вопрос не в том, что так задумал творец, а в том, что является естественным для отдельного человека. Ну, например, они говорят, что если мужчина рождается с чувствами другим мужчинам, то это естественно для него. Если у него с раннего детства было влечение к тому же полу, то в этом нет ничего плохого. И то же самое они говорят о гомосексуальности среди женщин. Если у них есть естественное влечение к другим женщинам, то это нормально, потому что в этом нет ничего противоестественного. Они определяют все на основании человека. Но, возлюбленные, давайте будем мыслить здраво. Слово Божие учатся всем другому. Бог учит тому, что Он встроил в творение. Вопрос не в нашем определении, а в Его. Он встроил в творение естественную гармонию между мужчиной и женщиной, а эту гармонию пытаются разрушить. Павел говорит в 26 стихе, «Потому и предал их Бог постыдным страстям, а после этого Он рассказывает об этих постыдных страстях, которые проявляются в гомосексуальном поведении среди мужчин и женщин». Результатом ухода человека от Бога, подавление истины, неподчинение Его господству и неповиновение Ему, как говорит Павел, является то, что Бог предал людей постыдным страстям. И Он рассказывает, что это за страсти такие. А это гомосексуализм. Я хочу сказать вам, возлюбленные, гомосексуализм — это плохо. Я понимаю, что люди из-за разбитости и греха, царящих в этом мире, могут ощущать влечение к тому же полу. Им это кажется естественным, но, возлюбленные, истина определяется не человеком. Истина определяется Творцом. Я не выделяю гомосексуализм, чтобы подкрепить свою собственную праведность. Я просто провозглашаю Словом. Все мы сломаны в какой-то сфере. И какой бы ни была эта сфера, Бог призывает нас отвернуться от этого поведения, покаяться и последовать за ним. Я понимаю, что некоторые люди, ведущие подобный образ жизни, пытаются покаяться, но им кажется, что это невозможно оставить. Они отождествляют себя с таким поведением. Но, возлюбленные, не забывайте, что во Христе все старое может пройти и может стать новым. Господь любит всех нас, и вас, и меня. Он любит нас такими, как мы есть, но Он слишком сильно любит нас, чтобы оставить нас такими, какие мы есть. И это послание касается как гомосексуалистов, так и всех людей вообще. Мы должны покаяться. Прелюбодеи. Люди, имеющие половые связи вне брака, должны покаяться. Люди, находящиеся в браке, имеющие половые связи вне него, должны покаяться. Человек, зависимый от еды, должен покаяться. Человек, который лжет, должен покаяться. Этот список можно долго продолжать. Все мы виновны перед Богом. Но, так как сексуальность и божественный союз между мужчиной и женщиной являются частью Божьего замысла, Павел показывает на этом примере, насколько сломан мир из-за греха. А после этого Павел говорит, что в придачу к осквернению страстей из-за греха оскверняется также и наш разум. Мы должны покаяться во всех неправильных поступках и даже глубже мы должны покаяться в своих мыслях. Иисус сказал, что ранами Его мы исцелились. Бог говорит нам, через Своё Слово, что когда Иисус висел на кресте, то Он взял на Себя наши грехи и болезни. И ранами Его мы исцелились. Слава Богу! Что случилось? Брат, расскажи нам. Это Деннис. Он пришёл вчера. У него была проблема. Его отвезли в больницу. А зачем его отвезли в больницу? Оказалось, что у него всюду раны. От горла и до живота. Раны внутри. А как давно вас мучила эта боль? Больше десяти лет. Сколько? Больше десяти лет. Больше десяти. Боль была настолько ужасной, что вы собирались пойти домой и просто умереть? Ведь так? Вчера я пришёл сюда. Меня привезла сюда моя группа. Они хотели, чтобы священник помолился за меня. После того я думал вернуться назад. Он думал, что вернётся назад и умрёт. Ведь так? Да, но вчера, когда вы помолились за Него, к Нему прикоснула сила. Он вернулся домой и поел. Он не ощутил никакой боли. И даже сегодня, когда он ел, боли не было. И Иисус исцелил его. Во имя Господа Иисуса. О, это чудесно. И великолепно. И точно так же, как оскверняется страсть людей согласно 26 стиху, так же в результате подавления истины, подавления Духа Святого, оскверняются умы людей. Сначала Павел говорит о страстях людей, которые сбились с пути. А теперь он говорит, что наши умы так же сбились с пути. И он говорит в 28 стихе, «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму». Мы видим страсти и ум. А теперь Павел объясняет, что имеет в виду. Бог предал их превратному уму, делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства. Посмотрите на современную рекламу. Посмотрите, как продают сегодня товары. Разве они не показывают, как осквернился ум? Это метод приманки и подмены. Они говорят, что если вы позвоните, то получите вот это. Я не буду называть конкретные примеры, чтобы вы не подумали, что я порочу кого-то. Нам женой нужно было купить нечто, и одна компания разместила рекламу о продукте, который они предлагали. И когда мы приехали к ним, где они должны были предлагать этот продукт, то нам сказали, что его распродали. Продавец признался нам, что этот продукт был распродан по всем магазинам их компании, и они использовали его лишь как приманку. Вот о чем говорит Павел, они исполнены всякой неправды, блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы, исполнены зависти, убийства, распри и обмана, злонравия. Они злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Я могу рассмотреть все эти пункты отдельно, но нам просто не хватит времени. Но я хочу сказать, что человечество считает себя правым в своих глазах. Мы оправдываем себя в своих глазах, сравнивая себя с культурой. Но Бог понимает, что люди растлились. Посмотрите на пророка Исаио. Он был столпом праведности в сравнении с другими людьми. Он был пророком Ветхого Завета. Но когда Исаия увидел Бога, когда Бог явился Исаии, этот человек упал на свое лицо. Он сказал, «Горе мне! Я нечист! Я живу среди нечистых людей!» Он выглядел отлично в сравнении с другими людьми, но в сравнении с чистотой Духа Святого и Его силой Он был злым и нечистым. И не только Он, но и все люди. Они были наполнены нечестием, жадностью, злом, завистью, убийством. Люди оправдывают любые средства в современном обществе. Они поступают вероломно. Они сплетничают о других, порочат других. Я читаю вам слово. Расприем, обман, злонравие. Достаточно включить телевизор. Мы больше не можем доверять новостям. Мы постоянно слышим что-то новое. И больше не знаем, что из этого правда. Одна сторона осуждает другую, перекручивает факты, информацию, сплетничает. Они берут момент из жизни человека и создают на его основании целую историю ради своих целей. Клеветники, богоненавистники. Недавно кто-то прислал мне сообщение, в котором говорилось о том, как важно защищать животных. Я сказал, да, слава Богу, но мы также должны защищать нерожденных детей. Не думаю, что они хотели услышать это. Давайте защищать животных, но дадим женщине право делать аборт. Я не пытаюсь осудить кого-то, кто прошел через это. Но возлюбленные, мы должны понимать, что это неправильно. Тут даже и думать не нужно. Но мы видим подобные вещи в нашем обществе. Убийство, распри, обман, злонравие, изобретательность на зло. Люди создают компании, чтобы выманить у других денег. Непослушные родителям. Сейчас в обществе мы видим настоящее противостояние между детьми и родителями. И не только дети виноваты в этом. Это связано с разбитостью всего человечества, с разрушенными семьями. Эти люди безрассудны. Это люди, которые противятся всему, они надменны. Сегодня все пытаются быть теми, кем они не являются. Они пытаются выглядеть как можно лучше. Горды, изобретательны на зло, безрассудны, вероломны. Скольких людей, достойных доверия, мы знаем. Кому вы можете по-настоящему довериться? Эта вещь перестала быть ценностью в нашей культуре. Сейчас люди считают, что цель оправдывает средства, и поэтому можно лгать, чтобы зарабатывать деньги. А далее сказано, они нелюбовны и немилостивы. И он продолжает в 32 стихе. Это описание всего человечества. Павел начал описание Евангелия в первой главе, сказав, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину». Он сказал, что Евангелие — это сила Божия ко спасению тем, кто верит. А затем он рассказывает о том, от чего нам нужно спастись. Нам нужно спастись от гнева Божьего, который изливается на неправедных людей. Вот где начинается Евангелие. А вы понимаете, что я имею в виду? Евангелие начинается с нашего освобождения, очищения, прощения от греха и зла. Но, как я уже говорил, сегодня мало кто проповедует Евангелие, которое обличает грех, показывает наши души вашу и мою. Мы нуждаемся в очищении от зла, наше мышление, наш взгляд на мир, наш взгляд на себя, наш эгоизм. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину. Вот как начинается Евангелие. Павел перечисляет большой список зла, которое проявляется в жизни людей. Я хочу показать вам нечто. Как говорил Павел, «Если кто-то приходит к нам, проповедуя другое Евангелие, мы должны отвергнуть его». Евангелие, которое проповедовал Павел, не утверждало, что в этом мире нас ждет лучшая жизнь. Вместо этого Павел говорил, что мы должны быть готовы пострадать в этом мире ради благочестия. Павел хотел знать Иисуса. Он хотел знать Его в силе воскресения и принять участие в страданиях Его. Вспомните жизни апостолов. Все они стали мучениками. Они говорили, что мы должны отказаться от мерзких похотей и жить с праведным, потому что Иисус вскоре вернется за нами и воздаст каждому по делам. Как видите, Евангелие Павла отличалось от того Евангелия, которое проповедуют сегодня. Павел сказал, что если кто-то придет, чтобы проповедовать другое Евангелие, то пусть будет проклят. Проверьте свою жизнь, что вы слушаете, что вы принимаете в свою душу, изучайте Слово Божие. А затем Павел говорит, что тех, кого влекут эти неправедные вещи, которые он описал, заслуживают смерти. Но сейчас люди с надменностью продолжают жить нечестиво, отрицая существование Бога. Они гуляют так, словно это единственная жизнь. Но еще хуже то, что люди, живущие нечестиво, побуждают других жить так же. И на этом заканчивается первая глава. Мне бы очень хотелось посидеть сейчас с вами и пообщаться на эту тему. Это непростой материал. Но я хочу немного отвлечься от всего этого. Сейчас я нахожусь в Колорадо. Моя жена Синтия не смогла поехать со мной в этот раз. Она заботится о нашем внуке. Но Синтия передает вам привет. Сейчас она работает над сборником, который называется «От Пасхи до Пятидесятницы». Это 50 дней, которые помогут вам подготовиться к Шевуоту или Пятидесятнице. Я горжусь Синтией, потому что ей все это дается непросто. Кстати, рассматривая вопрос отношений между мужчинами и женщинами, я хочу воздать честь своей любимой жене Синтии. Она как половина моей души. Без нее я бы не был сейчас там, где я нахожусь в Господе. мы меняем жизни друг друга, вкладывая в отношения с женой или мужем. Я хочу сказать, Синтия, дорогая моя, я люблю тебя. Спасибо, что остаешься собою и продолжаешь служить Богу в смирении. Ты приносишь невероятные вещи на землю и в церковь. И сейчас я хочу помолиться за вас, возлюбленные. Во-первых, я хочу помолиться за тех, у кого есть проблемы с гомосексуальностью. Я хочу, чтобы вы знали, что Бог любит вас. Поэтому, Отец Небесный, я молюсь о твоем избавлении каждой души, которая обращается сейчас к тебе и просит об освобождении. Иисус, твоя рука сильна спасать. Ты сказал, что полагающийся на тебя не будет разочарован. Иисус, я провозглашаю твое господство над церковью. Мы провозглашаем по слову твоему, что ты силен спасти. Излей свою благодать, силу и милость на тех, кому трудно. Освободи нас от всякого греха, чтобы мы стояли перед тобой святыми. В книге Числа, в 6 главе, Бог сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них, и я благословлю их. Поэтому сейчас принимайте Божие благословение. Моисею Субтитры создавал DimaTorzok Бог призывает вас в более высокое измерение. Присоединяйтесь к Равину Шнайдеру, и вы узнаете, как жить не сегодняшним днем, а думая о вечности. Субтитры создавал DimaTorzok Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Возлюбленные, если вы смотрите нас уже некоторое время, то знаете, что когда вопрос касается сбора средств на служение, чтобы мы могли и дальше нести Слово Божие по миру, я стараюсь не манипулировать. Нам нужно много денег, чтобы выходить в эфир на телевидение и в соцсетях. Кроме того, мы ездим по всему миру, а я не могу делать этого без вашей постоянной финансовой помощи. Бог устроил все это так. Иоанн говорит в одном из своих посланий, что люди, проповедующие истину, достойны финансовой поддержки Церкви. И я хочу поблагодарить вас за помощь. Знаете, что поддерживая проповедь Евангелия финансово, вы собираете себе награду. Все, что мы посеем в Царство, вернется к нам мерою доброй, угнетенной, нагнетенной, с избытком. Поэтому спасибо вам за вашу любовь и финансовую поддержку. Шалом! Если вы хотите отправить пожертвование или стать нашим партнером, то вы можете сделать это по адресу, который видите на экране. Звоните по номеру 800-37-7835 или отправьте смс со словом «Равин» на номер 4537. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Ваш дар приносит спасение, исцеление и освобождение Израилю и всему миру через телевидение, интернет и евангелизационные крусейды. Многие из нас благословляют Господа своими финансами на земле. Но если вы хотите делать это, даже находясь на небе, зайдите по ссылке завещания на нашем веб-сайте. Телепередача «Равина Шнайдера. Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода. Приготовьтесь к 50-дневному путешествию, которое изменит вашу жизнь. Вы переживете силу и присутствие Духа Святого в новой книге Синтии «От Пасхи до Пятидесятницы». Примите сокровища от Бога, которые Он дал Синтии в этом сборнике, который начинается на Пасхе и заканчивается на Пятидесятнице. Старые шаблоны изменятся. Вы получите надежду, силу и радость. Примите этот 50-дневный вызов. Заказывайте свой экземпляр на нашем сайте или по номеру, который вы видите сейчас на экране. От Пасхи до Пятидесятницы. Продолжение следует...